Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы сыграем в Genocide Toriel Fight. На этот раз Toriel будет драться с нами в полную силу. Поехали. Ой, в смысле? Без предупреждения, вот так сразу, без диалогов? Я понял, Toriel настроена серьезно. Toriel. Ну, понятно, что Toriel. Пощадить мы, видимо, ее не можем, потому что это геноцид. А убежать? Я сваливаю, но, да, убежать нельзя, потому что мира не существует за гранью этой игры. Ух ты, ух ты, да, она стала сильнее, да и смотрится по-другому. Что у нас есть покушать? Монстр-конфетка, пончик-паочий, сидр-паочий, пирожок, естественно, пирог-торель и палка. А вот интересно, сработает ли этот прикол с палкой, как в игре с Тэмми? Вы выбросили палку. Но никто не пришел, чтобы эту палку подобрать, кроме меня. Тихо, тихо. Так, я понял, видимо, здесь нужно быть. Да, это вот как раз мертвая точка. Слепая зона Ториэль. Температура в комнате начинает повышаться. Ториэль the gatekeeper. О, Ториэль хранительница врат. Проверить. Неизвестная АТК и защита. Эта группа спрашивает леди о ее статистике. Так, еще сильнее смотрите-ка. Воу-воу-воу-воу-воу. Да. Чара уровень четвертый у нас. Максимум надежды 32. Поговорить. Вы подумали о том, чтобы сказать Ториэль, что видели ее мертвой. Но. Это как-то страшновато. Видимо, даже для Чары о таком разговаривать страшно. На моем пути. Ну, я так полагаю, что больше разговаривать смысла нет. А. Ну, такую атаку я где-то видел. Падающие пауки. Вообще, очень такая популярная атака. Много-много огоньков в нас летит. Начинаем сражаться. Ой, а Ториэль-то толстая. Да? И она меня постоянно ранит. Максимум 257, как я понял. Можно выжать из этого. Так. Что мы выучили? Мы выучили из этого боя то, что нужно все-таки быть ближе к верхним углам Ториэль. Музыка, кстати, прикольная. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Ну, а от этой атаки не сложно увернуться, когда рука только одна. А когда она двумя руками колдует, вон, два у нее огонька летают, кстати, тоже прикольно. Это посложнее. И желательно, конечно, быть, вот опять же, в углу. Потому что, но огоньки очень удачно, удобно отскакивают. О-о-о, это уже Асгоровская тема. Так только Асгора атакует. Только она немножечко послабее. Потому что расстояние между огоньками меньше. Но их, в принципе, больше, как я понял. То есть постараться нужно. Немножечко. Тем не менее, мы потихонечку с ней сражаемся. Потихонечку, помаленьку побеждаем. Уже половину жизни снесли. Так, вот если в угол встать, то видите, что происходит? И начинается уже, как этот Арканоид начинается. Реально Арканоид. Почему-то напомнило. А вот тут уже, да. А хотя это тоже работает. Да, смотрите. Это работает даже против атак двойных. О-о-о, ну вот тут. Ну, опять же, заметьте. У Асгора, Асгор же специализируется на подобных атаках. У него такие атаки длятся и дольше, и они сложнее. И быстрее. Видать, Ториэль все-таки не полностью овладела магией огня. Она все-таки не аватар какой-нибудь. Но здесь она явно сильнее. Я так полагаю, что у нее рука не дрогнет меня убить. И между прочим, я всегда считал, что умереть в оригинальном Андертейле от рук Ториэль возможно только в бете. Но у одного моего друга как-то получилось три раза подряд умереть от ее руки. Я не понял, как. Я специально старался, но у меня не получалось. А у него это получилось... Ну, просто вот. Просто получилось, и все, он даже не старался. О-о-о, опять Асгоровские атаки пошли. Тихо. А если я пирог съем, это на нее подействует? Вы съели пирог? Нет, ей абсолютно все равно. Съел я пирог, который она для меня приготовила, или не съел. Осталось всего пара атак. Так, ну, это мы уже знаем. Между прочим, в этой атаке есть какой-то промежуток времени, за который мы можем безопасно подняться. Кривовато атаковал я, но все равно жизни сняло прилично. И последний удар. Так, а может быть, все-таки... Нет. Увы, ребята, увы. Последний удар Крит. 2-237. Что? Как? Нет. Это... Не может произойти. Я не могу дать тебе пройти. Я полагаю, исторические книги не врали. Мы... Не можем... Сравниться по силе с людьми. С такими людьми, как ты. Я должна позвонить ему. Асгор. Я думала, что мне не придется использовать это снова. Алло, кто это? Асгор... Человек... Тори, Тори, это ты? А вот это уже грустно. Так, остался один только телефон, и Чара может что-то в него сказать. Мобильный телефон проверить. Мобильный телефон, ну, естественно, без затайки и с непонятной защитой. Обычный мобильный телефон. Тори... Тори... А если я еще раз так проверю... Поговорить. Вы сказали... Неизвестному человеку или монстру, хотя понятно, нам известно, кто это. Это Асгор. Вы сказали незнакомцу, а по телефону что-то... Неприятное. Тори? А в чем смысл это делать? Ну, я так понимаю, нам ничего не остается, как уничтожить телефон. В смысле? А, это глюк такой был? Телефон треснул, и игра закончилась. Ну, что ж, друзья, это было, конечно, жутковато и одновременно грустно. Но необычно, необычно и интересно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok